Здравствуйте! Я вам расскажу как приготовить компост правильно, быстро и так чтобы растения чувствовали себя хорошо после его применения. Вот она компостная куча, то есть чтобы не рассыпалась, не разваливалась, я огородил все металлом оцинкованным и из труб собрал такой ящичек, два метра на два метра и глубиной получается метр, ну там с той стороны полтора метра, то есть если полный его насыпать и там это все перегниет, получится практически 6 кубов перегной, это машина хорошая. Как сделать компост? Всю траву, корешки, сорняки, все складываем сюда, сложили, собрали, получилось там слой 10 сантиметров, 15 может быть, разровняли и посыпали сверху перегноем из другой компостной кучи. Для чего перегноем? А посыпали, ну может быть сантиметр-полтора, не больше. Из той компостной кучи, которая уже там приготовился год назад, скажем так. С компостной кучи, которые, да, прошлогодние, уже переплевшие вот земля, то есть хороший компост настоящий, в котором уже вот есть эти микроорганизмы, которые быстро позволят переработать компост. А если мы только начали делать кучи, у нас нет прошлогоднего, что можно использовать? Что-то купить, может быть, переработанную дождевыми червями землю? Ну можно, вот допустим, вы начинаете, у вас ничего больше нет, наложили вот этой травы, можно просто простой землей немножко присыпать, для чего? Для того, чтобы вот дождевые черви там работали в этой куче, он и так перепреет, но перепреет через полтора, допустим, два года, а вам надо быстро. Для того, чтобы быстро перепрел, у нас сейчас вот существует, продают в магазине много всяких ускорителей для компостных куч. Вот, например, здесь вот у меня есть вот Байкал, вот написано, продукция серии ЕМ. Я это покупал Байкал еще прошлый год, вот он зиму, половину использовал я прошлый год, а половину осталось в этом году. Я вот в этом году взял стакан вот этого Байкала, вылил вот в ящик, вот посмотрите, вот у меня бочка такая, вот в ней порядка 300 литров, вот вылил. То есть берете вы вот этот Байкал, одну столовую ложку на ведро воды, если правильно делаете. Выливаете, размешиваете и поливаете вот это, вот это все, что у вас там в компостной куче есть. Полили и ждете. Все это дело перепревает очень быстро. В течение там трех-четырех месяцев, то есть за полгода у вас эта куча перепреет, и вы можете вот, если весной начали заниматься, весной это примерно получается апрель, май, июнь, июль, и закончили. Все. А к сентябрю, к концу у вас уже будет эта куча перегниет. И вы можете под осень засыпать вот этот перегной на грядки, которые у вас будут на следующий год использоваться для посадки каких-то растений. То есть для чего, опять же, для того, чтобы вот эта грядка, вы убрали морковку, вы убрали свеклу, капусту, неважно что. Были какие-то сорняки. Вы эти сорняки тяпочкой порубили прямо вот в день уборки урожая. Убрали морковку, остались сорняки, порыхлили эту грядку, засыпали перегноем и полили сверху этим байкалом. То есть все сорняки, которые остаются вот под этим перегноем, микроорганизмы поедаются до самого конца. На следующий год у вас грядка будет чистая, без сорняков. Ну, байкал, если каждый раз вы будете покупать по столовой ложке в ведро выливать, это, ну, скажем так, накладно. Вот это вот прилично стоит, эта жидкость. Значит, так можно сделать так, чтобы вот эту жидкость вот один раз купить и на всю оставшуюся жизнь. То есть что нужно сделать? Вот я взял с прошлого года, налил вот сюда стакан вот этой жидкости, стакан кислого варенья, пришло, ну, тоже уже варенье такое, забродило варенье. Вылил сюда, налил воды и оно стояло, дней 8-10 бродило. Все, пробурчало, получилась вот такая вот темная жидкость. То есть все, практически вот это вот содержание этого байкала уже здесь. Все, микроорганизмы разрослись и я беру пол-литровую банку на аллейку на 10 литров воды и поливаю помидоры, огурцы раз в две недели. И этого хватает для того, чтобы, вот вы видите, листья у огурцов, о какие, как у тыквы, и помидоры то же самое. А главное, даже не листья, а потом какие плоды получаются? Видно, что они не страдают недостатком питательных веществ. Такой же байкал, вытяжка из бурьяна. Вот, посмотрите, здесь вот у меня стоит. И вот я взял травы, насыпал в этот ящик. Прям насыпается, без трамбовки, безо всего, вот сколько насыпалось сюда. Дальше залил этой водой, взял вот ведро вот этого, вот этой жидкости, ну, там тоже практически получился байкал. Или же вот берете прям чистый, нет у вас такого ящика, да? Берете ложку на ведро, заливаете сюда, сколько надо там, 3-4 ведра, 5 ведер залили. Значит, 5 ложек этого байкала. Залили, накрыли пленкой и поставили груз, потому что она начинает бурчать, пенится, там эти микроорганизмы начинают работать. Через месяц у вас получается практически та же жидкость, что и вот в этой бутылке. Вот, она ничем не будет отличаться. Вот, внизу кран, открыли кран, налили, можно закупорить бутылками и убрать в подвал, у кого есть подвал. Ну, так, чтобы это не замерзло. Главное, чтобы это не замерзало. Если замерзнет, то микроорганизмы у вас пропадут. А если это дело не замерзло, значит, на следующий год берете ложку этой жидкости, ложку меда, ложку сахара, ложку чего там еще, варенья. Ну, сладенького что-нибудь. Да, размешиваете на ведро воды, микроорганизмы выходят из анабиоза и начинают работать. Все, вы получили дешевое удобрение. Но очень действенное. Но очень действенное, да. Вот, в этой куче уже несколько слоев, там 4, а может быть 5, а может даже 6 уже. То есть набрали травы, разровняли, посыпали и сверху покрошили вот этим вот, используя уже хорошим, полученным перегноем, прошлогодним. Вот, потом опять набрали травы, опять насыпали, опять. И вот он начинает перегнивать, он будет гнить теперь до осени. А сейчас мы вам покажем другую кучу, которую у меня еще есть для того, чтобы у меня перегной был круглый год и на все случаи жизни. А вот у меня второй компостный ящик. Вот, посмотрите, я его сделал, как он у меня первый был, на все случаи жизни. Первые полгода, вторые полгода. То есть полгода я набирал одну половину, вот метр на два, да, получается два куба. Два куба сорняков, это прилично. Потом на следующие, вторые половины года набирал здесь. Даже не вторые половины, второй год. Первый год набирал здесь, второй год набирал вторую половину. И что получалось? То есть у меня первый год перегон насыпал, оно перегнило. Микроорганизмы тут развились, все это дело съели. Я насыпаю, отсюда забираю перегной, а сюда насыпаю уже свежую траву. И что получается? Вот отсюда, с этой вот уже перегнившей земли, перегнившего компоста, скажем так, да, вот с этого компоста черви переползают в эту половину. Процесс намного ускоряется. И вот смотрите, что получилось. Вот здесь вот весь был мусор. Вот посмотрите, даже вот видно, вот они, георгины, корешки. То есть не корешки, а эти вот стебли, вот палки всякие, вот малина. Все здесь собрано. Вот оно, если посмотреть, вот видите, вот уже все это перепрело. То есть что, берем вот это вот, вот сейчас вот дождик прошел, видите, все сырое. А так оно нормально, очень хорошо рыхлится. Вот сейчас я взрыхлил. Вот видите, тут еще получились палки перепревшие. Значит, в компост годится все. Даже после костра, вот что у вас сгорело там, после, мало ли там, доски какие, палки, большие суки, сожгли. Потом вот эту вот всю залу надо сыпать сюда обязательно. Она как раз понижает кислотность почвы. Перегной, он немножко кислый. И вот как раз залой мы его понижаем кислотность. Ну и палки. Вот здесь вот палка, видите, меньше 8-10 миллиметров все перепревает, все перегнивает. Организм перерабатывает. А вот палка больше, скажем, 10 миллиметров, видите, она еще осталась целой. А вот эта вот уже вся, вся в порошок превратилась. Поэтому больше 10 миллиметров сюда бросать не следует. Вот я вам показал. Граблями взрыхлил. Дальше берем лопату. Высыпаем вот такая решеточка у меня есть, сито. Просеиваем все, что осталось, высыпаем в эту половину. Пусть эти микроорганизмы прияты. А здесь вот получили, вот он перегнул. Вы его покупаете в магазине, в садоводах. Вот он. Ничем не отличается. Мы его получаем из сорняков. Мы его получаем из сорняков и из травы. Никакого навоза здесь нет. А возникает вопрос такой, из чего лучше делать перегнои? Из навоза все-таки или из травы? Так, из навоза. Если он есть навоз, ну, держите скотину какую, животное, то можно, конечно, из навоза. Но я считаю, все-таки лучше из травы. Навоз это нужно куда-то ехать, покупать, привозить, потом складывать. Потом его надо укрывать, чтобы самому не нюхать приятный запах и не травить соседей. Опять же, с ними можно поругаться. А если траву, то вот мы потихоньку нарвали, наложили, еще набрали, опять положили. Она потихоньку греет, ее микроорганизмы перерабатывают. Запаха практически никакого по сравнению с навозом. А в результате получается то же самое. Вот берем, к примеру, траву просто нарвали, положили, да, и ту же траву пропустили через корову. Корова дала молоко, забрала какие-то микроэлементы из этой травы, то есть для поддержания своего организма, здоровья и прочее, да, для роста. А все, что не переварилось, пошло сюда нам, в навоз. Мы же собрали траву в чистом виде и положили сюда. Значит, в траве осталось питательных элементов даже больше, чем в навозе. Отсюда и вывод, что из травы перегной намного лучше, чем в навозе. И главное, никакого неприятного запаха. Да, и нету скандала с соседями, да. Это тоже очень важно. Вот. Значит, мы вот, вот эту половину вырабатываем. То есть я ее сейчас всю выгребу, просею. Что мне нужно, я посыплю под огурцы, под помидоры, под другие грядки, под малину. Вот. И сюда начнем засыпать все вот эти вот наши сорняки. Траву. Там можно с газона траву покосить. Все складываем сюда. От костра оставшиеся угли залу. Все сюда. То есть очистки картошки, морковки. Все здесь будет переплевать. А вот эта вот половина, как она дойдет до ума, ее можно разгрести, посмотреть. Все, она будет уже действовать. Но я ее полил Байкалом, она должна переплевать к осени. Примерно так. То есть если хотите получить перегной быстрее, поливайте все это микроорганизмами. Да, микроорганизмами. Не обязательно Байкалом. Той травой, которую вы показали. Сейчас много всяких порошков продается, которые микроорганизм уже в сухом виде, их можно растворить и полить. Да, еще кучу компостную рекомендуется накрывать. То есть лучше ее накрыть черным вот этим нетканым материалом. Пробовал я накрывать эту кучу пленкой, она начинает подпревать, появляется плесень. А лучше нетканым материалом. А, ну чтобы дышала, да? Да, она все-таки дышит. Влагу и влагу пропускает. Дождик прошел, вот. Она немножко земля подмокает. И туда, и обратно испаряет. Это как раз лучше для работы микроорганизмов. За кучей, за компостной, надо следить, чтобы она не пересыхала. Если она будет пересыхать, она будет... Плохо гнить. Перегнивать, перепревать дольше. Вот это самое главное. Правильно, процессы гнили, они уже наслаждут во влажной среде. Вот так вот. Спасибо за ваше внимание. Будут вопросы, пишите, задавайте. Смогу, отвечу. До свидания.